Начало первого урожая. То, что это только начало, не сомневается и Владимир Вашкевич. Говорит, первый урожай пока составляет порядка 15 килограмм. В дальнейшем с 350 квадратных метров земли здесь планируют собирать до 150 килограмм свежих овощей в сутки. Чтобы понять, готов ли огурец для среза, тепличные технологи используют свои методы. Определение готового созревшего плода у данного сорта. Обхватили пальцами, без натяжения, без прослабления. Огурец готовый, мы его срезали. Свежесобранный урожай сразу же упаковывается в пищевую пленку и уже в таком виде поставляется на продажу в Тимиртау. Нашу экологически чистую продукцию можно купить на рынке 6 микрорайона овощной отдел. Щит такой стоит установленный. Экологически чистые продукты. Кто хочет, всегда найдет. Там можно попробовать и уже оценить, действительно ли это так. Несмотря на огромные вложения и затраты, свои экологически чистые овощи Владимир Вашкевич намерен реализовывать по привлекательной цене. По его словам, именно такой подход позволит успешно конкурировать с другими производителями и в короткие сроки завоевать интерес к продукции у тимиртауццев. Хотим попробовать чуть подешевле, чтобы люди попробовали. Вообще в планах, и что мы это делаем, мы же строили, чтобы это все было дешевле. К этому мы придем постепенно, к снижению цен, когда все уладится, товар пойдет уже постоянно, тогда уже будем рассматривать, и цена будет снижаться. Для того, чтобы быстро все покупалось. Напомним, свою умную и высокотехнологичную теплицу Владимир Вашкевич построил в конце декабря. Тогда в ней была высажена первая рассада. Сам тепличный комплекс отапливается за счет солнечной энергии и котла непрерывного горения, который круглосуточно вырабатывает сухой теплый воздух в помещении. Это котел непрерывного горения. Он подходит и для теплиц, и для дома. Компьютеризированный котел, в данном случае он служит резервным отоплением теплицы для нагрева воды, потому что теплица поливается водой плюс 22 градуса. Это надо подогревать. То есть с этой задачей справляется легко. Может работать от суток до троих. И самый главный эффект, что он почему не привыклен, он не останавливается. Благодаря поддержанию постоянной температуры в феврале здесь уже успели собрать и первый урожай салата. На подходе, по словам агрономов, и другая зелень. В апреле уверены озеленители, созреют и томаты. В целом, плодоносить тепличные растения будут до июня. Летом, когда овощей на прилавках будет в избытке, теплицы намерены дать отдохнуть. Следующий посев рассады здесь уже запланирован на сентябрь. Анна Калинина, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау.